Витам! Витам на канале Людмила Целенкова и запрашиваем знову до монологу, не диалога, а монологу о творчости и о житию. А также я целый час хочу поведеть о свете, о свете невидеальном, который с ней, который есть главнейший энергетичный свят и который кирует нами на той земле. На почеток хочу запрозентовать свой образ, намалеванный на плутне 60 на 40. Ружи. Образ вышел пастельным. Барто дуже образов я роблю, и не только я. Винк 6 артиста малюю з натуры, малюю с инних образов, з изденьти. А тен образ, аккурат я малювала с головы, альбо с души. Топта за своего средка. Не оглядаясь ни на нитку, так зачало малювать. Вышит он такие трошечки меланхоличный. Ещё раз покажу. Але, на правда, в реальности он диньки своим калёром. Виглянда барзо нелюбка и барзо так вытишаемце. Ну, чтобы я так уже, как-то, была задоволена, з него не повем. Але можливый, можливый образ. И снова застанавливаемся, как начать эту разговор о творчосте, о том свете невиделном. Как это получить. Для того, что, ну, шукала, шукала, який темат заорганизовать для таких видео, которые у меня на канале. И все одно. Прошла к выставке. Целый час буду говорить о найвысшей энергии. О найвысшей энергии этого света невидиального, субтельного света. И та найвысшая энергия – энергия творчости. И же мы повинны стараться, наиле можливо, в житию творить. Жебы наша душа, наше сердце были живы. Жебы мы, венцы, имели задоволение с того жития. Венцы имели, навык не только задоволение, а и комфортно. Комфортно жили на тем свете. Для того, что, если мы будем чувствовать обественность этого света, света субтельного, высшего света. И как он видит, как он отделяет на наше житие. И, наиле можливо, быть вденчным, вденчным за то, что нам дает этот свят невидиальный. Нужно понимать, что у него есть свои иерархии, свои права. Нужно их понимать. Треба, ну, прежде всего, научиться вденчности. А пусть не все прийдет. Прийдет и навык, то может быть незалежно от нас, прийдет это задоволение, прийдет это задоволение, сатисфакция и навык этот комфорт. Творение, как одна из высших субтельных энергий, то такой процесс, который дает задоволение человеку, как я говорю, который оживит человека, ну, то, как бы, таки, вода для рослинки, чтобы она квитно развивалась. То есть, энергия эта для нашей души, чтобы душа успевала. Как научиться видеть, что этот свят невидимый. Ну, возможно, нужно больше анализовать, нужно больше мыслить, а может не мыслить, но медитировать, стараться вытеситься, стараться что-то ощущать, что-то необычное, которое приходит, я не знаю, из высших сфер. Если человек научится этого вытесения, ну, навык в тих новочесных воронках жития, ну, то он на этом только взыска. Мало того, что он потратит слушать свою интуицию, сердце, отчуть обязанность этого свята, субтельного духовного свята, начнет быть венцией вденчной, и святен будет помогать, и человек будет венцией радостный, счастливый и задоволённый с комфортного объяснения на этой земле. Всем пока! До свидания!